Центральной темой последних дней является предстоящее увеличение ставок акцизного сбора со 132 евро до 182, что предусмотрено изменениями в налоговый кодекс. Я должен сообщить, что, как оказалось, с сегодняшнего дня уже действуют новые ставки. С сегодняшнего с 00.00 часов 31 августа таможня требует уплаты новых ставок акцизного сбора. Действительно, как показало изучение законодательства, это не с 1 сентября, а с 31 августа текущего года. Поэтому уже сейчас первые партии, насколько я знаю, многие импортеры оказались этим неприятно удивлены, потому что по разным оценкам сегодня находится на таможне от 30 до 60 тысяч тонн 95-го бензина. Поэтому, скорее всего, эти партии уже будут растаможены по новым ставкам акцизного сбора. Кроме того, на некоторых таможнях еще вчера начало ломаться программное обеспечение, поэтому многие не успели и вчера оформиться по низким ставкам. Поэтому, скорее всего, большие партии уже будут, зайдут по новым ценам. Много и вчера мы встречались с некоторыми из вами сегодня, тема получила продолжение касательно того, как же эти изменения скажутся на ценах. Я тоже не разделяю тех панических настроений, которые существуют, что будет огромный рост цен. Просто мы должны понимать первую вещь то, что акцизный сбор является налогом на потребителя, поэтому он обязательно включается в цену, как на алкоголь, например, пиво или табак, так и в цене на бензин. Что касается размера повышения, то, учитывая благоприятную внешнюю конъюнктуру, учитывая, что есть возможности у участников рынка определенные в ценообразовании, я думаю, что о пропорциональном перекладывании ставки акцизного сбора в размере 50 копеек за литр не произойдет. Я думаю, что правильно говорить о 30-40 копеек на бензин и я думаю, что по дизельному топливу ситуация вообще пройдет более-менее незаметно, потому что увеличение налогов составит порядка 20 копеек, что при сегодняшних оптовых ценах на дизельное топливо, я думаю, может пройти вообще незаметно для конечного потребителя. Поэтому никакой трагедии нет, не происходит. Кроме того, я уверен, что в ближайшие две недели точно никаких не будет изменений, потому что завезены большие партии импортных нефтепродуктов. Кроме того, есть запасы на украинских заводах, поэтому тоже хотелось бы опровергнуть эти домыслы, что вот с первого числа бензин пропадет и он резко подорожает буквально со дня на день. Нет, этого не будет, потому что есть запасы, есть определенный запас прочности по доходности участников розничного рынка, поэтому я думаю, что если и ожидать каких-то изменений по бензинам, то скорее всего они придутся где-то на третью декаду сентября. Притом будут они абсолютно не опять-таки, не знаю, что там 20 сентября цены прибавят 50 копеек. Я думаю, что речь идет о порядка 20-30 копеек, которые будут растянуты опять-таки на несколько недель. То есть вот такая ситуация. Если подытоживать, то я думаю, что надо сказать, что момент весьма благоприятный, потому что увеличение налоговой нагрузки совпало с хорошей конъюнктурой внешнего рынка, с хорошей обеспеченностью рынка запасами топлива, что сделает данный период плавным и, я надеюсь, безболезненным для потребителя. Спасибо. Сергей, какие факторы оказывают наибольшее влияние на ценообразование, на нефтепродукты? Безусловно, что ключевым фактором является динамика и состояние внешнего рынка. Украина является импортером нефтепродуктов. 90% в балансе рынка занимают импортная нефть или нефтепродукты. Часто говорят, вот доля украинских нефтепродуктов. Что такое украинские нефтепродукты? Все украинские нефтепродукты практически сделаны из импортной нефти. То есть, по сути, это тоже импортное топливо, переработанное с участием украинских заводов. Поэтому, конечно, для нас определяющим является динамика внешнего рынка. И мы это прекрасно видим на примере этого лета, когда в преддверии сезона все ожидали роста цен по привычке, еще с давних времен, в связи с активизацией сезона. Но лето выдалось очень спокойно. Мало того, мы увидели снижение цен, а не рост. Поэтому это еще раз говорит о том, что рынок все-таки подвержен основному фактору. Это влияние мирового рынка. Это энергоресурсов, который с апреля месяца значительно снизился. То есть, цена, если на пике мы имели в апреле 125 долларов за баррель, то сегодня эта цена 110-112 долларов. Летом падало до 100, что, собственно, мы видели и на примере падения розничных цен в июле. Спасибо, Сергей. Еще один вопрос к Вам. Есть ли у Вас данные по состоянию спроса на нефтепродукты, в частности на бензин? Да, такие данные есть. Их отслеживает Госкомстат. Их отслеживаем мы в плане балансов топливного рынка. Это соотношение импорта, экспорта, производства, запасов и потребления топлива. По итогам первого полугодия мы видим негативные результаты для рынка. В частности, снижение более чем на 10% потребления бензина А95 с параллельным сохранением объемов потребления марки А92 и увеличением спроса на сжиженный газ. Это говорит о том, что потребитель в условиях высоких топливных цен ищет методы, способы, чтобы сэкономить на топливных расходах и находит эти пути в виде перехода на бензин менее, скажем так, качественный и на альтернативный вид топлива, такой, как газовое топливо. Продолжение следует...